Здравствуйте! Сейчас я протестирую возможность использования недорогих тепловизоров Fluke WT04, FLIR TG165 и FLIR C2, это новейший прототип, применительно к анализу всевозможной электроники, в данном случае на примере системного блока компьютера. Начнем с Fluke. Вообще, общие отзывы, их характеристики, ощущения от держания в руках всех этих моделей вы можете посмотреть в моих прошлых видео. Итак, прибор загрузился, готов к работе. Мы можем здесь менять совмещение видимого и теплового изображения, будет больше видимого или больше теплового. Тут важно установить режим. Вот сейчас стоит фара, это означает для дальней дистанции. Мы переключаем на ближние дистанции, чтобы он у нас более точно совмещал видимое и тепловое изображение. Ну, впрочем, вот вполне наглядно видно, что это все равно происходит недостаточно точно, потому что близко это понятие растяжимое весьма. Ну, в общем, вот видно, что вот чип у нас греется, вот тепловое изображение переключаем видимое, вот более-менее все понятно. Вот у нас тут радиатор греется, планки памяти. Вот, можно тут постараться заглянуть, увидеть, что какая-то обмотка греется, троидальная. Здесь вот тоже видно, что какой-то чип греется. В целом, прибор вполне пригоден для работы. Единственное, что, конечно, плохо, это он весьма долго сохраняет изображение. То есть, если мы хотим сделать отчет, сохраняем изображение, вот это он все сохраняет, сохраняет, сохраняет. Вот, наконец-то он сохранил картинку. Ну, и постоянно приходится переключать режим. Но, в целом, он применим. Единственное еще, что у него довольно большая область, по которой он усредняет температуру, поэтому какие-то мелкие детали померить температуру не получится. Ну, ладно, переходим к следующему прибору. FLIR TG-165. Загружается намного быстрее. Здесь нету камеры видимого диапазона, но тепловизионная матрица имеет намного большее разрешение, поэтому и так, в общем, сразу понятно, на что мы смотрим. Измерить температуру позволяет отдельный пирометр. Как видите, его точности вполне достаточно, чтобы измерить отдельный чип. Вот его температура 59 градусов. Ну, совсем мелкие, конечно, элементы. Вот, скажем, как та самая катушка индуктивности, он точно не померит. Все-таки довольно большое пятно. Но, в целом, он тоже вполне пригоден. На мой взгляд, даже более пригоден, чем Fluke, потому что у нас шире угол обзора, сразу видны все компоненты, сложнее что-то пропустить. И в то же самое время, за счет большого разрешения тепловизионной картинки, ну, относительно большого, мы сразу понимаем, на что мы смотрим. И при этом нам не нужно переключать режимы видимое изображение тепловизионное. Ну что ж, теперь перейдем к C2. Это прототип, напоминаю. То есть, у меня есть надежда, что серийная модель будет лучше еще. В чем тут проблема? Тут есть технология MSX. Объединение видимого и тепловизионного изображений. Для того, чтобы объединять эти изображения, как мы уже смотрели на примере Fluke, нужно указывать расстояние. Ну, а вот минимальная дистанция 1 метр. Ближе 1 метра он не совмещает. И вот это хорошо здесь видно, вот, например, батарейка. Вот это темное пятно. И в то же время вот ее контуры, они не совпадают с пятном. То есть, здесь MSX нам, в общем, не поможет. Его нужно отключить. Но в остальном прибор ничем не хуже, чем TG-165, и даже лучше, потому что он измеряет температуру именно по тепловизионному изображению. Вот мы направляем на чип, и он нам говорит даже вот 64 градуса с небольшим в центре, даже 66 градусов, в центре этого чипа. То есть, если мы смотрели TG-165, мы измеряли в среднем по всему чипу, то здесь мы можем измерить конкретно его центр. Мы вот можем измерить температуру конкретной этой обмоточки, которую я говорил, все 4 градуса. То есть, в плане измерения температуры, его возможности, конечно, намного шире, чем у двух прошлых приборов. И даже при отсутствующем MSX он все равно весьма эффективен. Может показаться, что картинка здесь не такая резкая, как в случае TG-165, но это из-за того, что размер экрана больше, а так разрешение то же самое, и здесь чуть меньше угол обзора, поэтому мы можем увидеть детальное изображение, но в то же время он достаточно большой, чтобы туда уместилась большая область, и мы ничего не пропустили. Ну, сделаем пару кадров. Ну, вот видно, насколько он быстрее работает, нежели это было в случае в T-04, хотя это сохраняется не просто скриншоты экрана, а полностью радиометрическое изображение. Ну, вот всё. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok